По поручению Акима области на 12 спортивных объектах Петропавловска произведен капитальный ремонт. Для этого в рамках программ «Янбек» и «Дорожная карта занятости-2020» выделены около 420 миллионов тенге. В настоящее время все работы завершены. Подробности в нашем следующем материале. Заместитель Акима Северокадахстанской области Гани Нагометов посетил спортивные объекты города и оценил качество проделанной работы. С лета этого года на стадионе «Карасай» не утихал гул самосфалов и бульдозеров. Отремонтированы роллер-дром и беговое покрытие. Обновился фазад зданий. Положена брусчатка, а также установлен забор. Территория спортивного комплекса заметно преобразилась. Изменения коснулись и детско-юношеской спортивной школы по спортивной акробатике. Для будущих чемпионов приобретены новейшие снаряды. Заменена кровля здания. Купили новую акробатическую дорожку. Вон детишки прыгают у нас. Тоже 8 миллионов она стоит. У нас дети выезжают на чемпионаты мира. Эти дорожки лежат на всех крупных соревнованиях. В том числе и на чемпионате мира. На сегодняшний день материально-техническая база нашего зала укомплектована основными снарядами. В принципе, осталось только готовить чемпионов. В прошлом году в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва «Дельфин» отремонтировали фасад здания. Сейчас основной упор делался на материально-техническую базу комплекса. Заменены фильтры для очистки воды, хлораторная установка, обновлены душевые и раздевалки. Также реконструирован балкон на третьем этаже. Сумма проекта составила более 30 миллионов тенге. Было отделение душа «Дельфин». В 2006 году мы получили статус специализированной школы Олимпийского резерва. По сей день мы этот статус подтверждаем. В школе занимаются порядка 400 спортсменов. Тренируют 10 тренеров-преподавателей. 29 человек входят в состав национальной сборной команд по видам спорта. В текущем году проведена большая работа по укреплению материально-технической базы, именно бассейна. Также заместитель Акима области посетил лыжно-биатлонный комплекс спортивной базы в поселке Барки. Работы начались в июне. Обновлено 2,4 километра асфальтового покрытия. Установлена парковочная территория. Уже сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям, а желающие могут посетить базу с соблюдением всех санитарных норм. Сумма проекта составила около 70 миллионов тенге. Все эти работы находятся на контроле у руководства области. Я призываю граждан наших северных республиков, северных останцев активно заниматься спортом. Для этого все условия в области созданы. И для молодежи в том числе. Поэтому я понимаю, что сейчас период пандемии. Массовые мероприятия запрещены, но индивидуальные занятия можно. Как бы сейчас у нас занимаются. Ну понятно, что будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. Если она будет ухудшаться, к сожалению, какие-то объекты будем закрывать. По городу реконструированы 12 спортивных объектов. Также работа проведена на районном уровне. Построено 50 футбольных полей, 12 спортивных площадок, а также 43 уличных тренажеров. Идет строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов и пяти крытых хоккейных кортов. Данные мероприятия осуществлены благодаря личному участию Акима области. Общая сумма всех работ в сфере областного спорта составила 4,6 миллиардов тенге. Тамерланд Любаев, Самат Исингалиев, Служба новостей. Продолжение следует...